Друзья мои, с вами Юлия Дмух и это снова выставка Handmade Expo. И посмотрите, какой красивый волшебный стенд я нашла на этой выставке. Вот эти все чудесные светильники делает Ольга Сергеенко. Олечка, добрый день. Оль, расскажите, из чего сделаны эти светильники вообще? Вот такой тыквочки, оригинально необычно. Ее не кушают. Это несъедобная тыква. Это декоративная тыква. У нее много всевозможных названий, которые говорят сами за себя. Это тыква посудная. Раньше делали посуду. Это бутылочная тыква. Там еще масса. А как она правильно называется? Вообще, по-агрономически, это лагинария. Лагинария, отлично. Выучим новое слово. А вы их сами выращиваете? Да, мы выращиваем. То есть у вас есть где-то там дача, огород, на котором растут эти тыквы. Слушайте, люди, смотрите, можно не обязательно копать картошку на огороде, а выращивать тыквы, а потом делать из них вот такие светильники. Можно разные вещи делать. Сегодня вот дедушка приходил, делает просто вазочки вот из них. Можно и вазы делать. Маракасы. А, кстати, да. Я еще знаю, что в Турции есть целое вот направление в творчестве. Они, эти бутылки, они, вернее, делают сосуды из этих тыквочек. И там как-то раскрашивают специально. Ставелья. Ага. А скажите, вот эти вот дырки вы чем? Вы сверлите как-то или про... Да, да, да. У меня муж, он работает мастером по изготовлению мебели. У него профессионального много инструмента. И вы у него часть инструмента прихватизировали. Бывает, да. Но, в принципе, он больше сам делает ручками. Я люблю вот сверлеть, я люблю вот сложная работа, вот фрезеровка, да? Да, да, да. Это, конечно, это... Вот эти вот, там где цветочки, да, фрезеровка. Но это ваша задумка, а он исполняет. Больше, ну, у нас идеи общие. То есть это такой творческий тоже тандем. Совершенно правильно. Слушайте, я на этой выставке несколько творческих тандемов уже встретила. Именно семейных. Две сестры, муж и жена. Вот вы еще одна пара такая творческая. Да, это так здорово вместе что-то создавать, творить. Скажите, пожалуйста, сколько стоят светильники ваши? Вот, например, вот этот белый светильник, он очень стиль. 800 гривен. Значит, мы начали вот такие изготавливать, ну, вот как-то шокупателям потенциальных. Он очень стильный. Так классно смотрят. Да, вот мы выключили к нам на выставку, а у вас нет люстров. Вот мы так решили люстрочек-то сделать. У нас еще вот две люстрочки есть. Мне еще нравится вот этот вот такой, ну, не знаю, принт звериный. Не-не-не, вот этот рядом, африканский. Это у нас жираф. Жираф, вот похож, похож-похож. Хотела выключить, наверное, не то я выключила. А, ну, ничего, я поняла. Ага. Слушайте, классно смотрится. Получается, когда изделие не горящего, оно... Декоративное. Это предмета интерьера. Значит, это, скажем, просто предмет интерьера. Есть такое, что три в одном вот мы изготавливаем. Значит, то есть предмет интерьера и ваза для сухоцвета. Класс. Вот, вот. Это вообще, это и... И светильник, и... И светильник, и ваза, и просто вот такой декор. Вот это некрасиво, конечно. Ну, ничего, уже как есть. Это рабочая обстановка. Оль, а вы на этой выставке, кроме того, что продаете уже готовые изделия, я увидела, что у вас и семена продаются, да? Да, да. А вот растут они в Киевской области. Почему бы с людьми не поделиться, правильно? Согласна. Ну, то есть они абсолютно нормально вырастают, созревают, и вы успеваете снять урожай, да? Да, 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 да. А сложно их, вот, пока они растут, там, обрабатывать, там, надо, там, жуков колорадских снимать с них, ничего нет? Вот, вы знаете, нет. Оно такое горькое растение, что его ничто не любит. Все, поняла. Смогу, хоть это не... Да, 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 да. А хорошо, а как вот для того, чтобы сделать эту люстру или этот светильник, сколько этапов процесса самого изготовления? То есть надо высушить ее или что? Да, 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 ну как высушить? Она сама сохнет. То есть она прям на огороде сохнет или отдельно вы ее... Ну, вот сейчас мы... Собираете урожай. Смогу, да, потом мы кладем, значит, где-то, ну, до полугода они у нас лежат. Высыхают? Высыхают, вот. Вот до такого состояния. Какие сгнили, а какие высох? А, то есть еще не все даже высыхают? Очень много сгнивает. Угу, я поняла. Есть такое, да. Хорошо, а вот она высохла, как вы ее вскрываете? То есть вы просто срезаете или что? Нет инструмента. Она не ломается? Нет, нет, абсолютно. Мы уже вот таким образом, вот, срезают инструментом, не знаю, как это называется. Ну, окей, лазером каким-то там, ага. Да. Или дремелем. А, ну, вот внутри, когда высыхает, вот, оно... Семечки там звенят, слышно? Семечки и какая-то тырсочка. Да. Мы высыпали и работаем. Все, и можно работать. Это, я так сказала, это так легко вроде как говорить, да? Еще, кроме всего прочего, она, вот, когда подсыхает, она плесневеет. Ее нужно быть дыма, ухаживать. Вот, а затем такая тоненькая кожура на ней есть, снять подсыхать. А потом нужно, потому что по ней уже ничего не нарисуем. Все, я поняла. То есть, ей надо поверхность зашкурить, очистить, а потом уже работать с ней. В общем, процесс очень удивительный. Хорошо. А такой вопрос. Вы продаете вот индивидуальным клиентам, или у вас есть какие-то оптовые заказчики, как у вас с реализацией продукции? Ну, был один раз оптовый, вот ресторанчик, да? Да, это было бы интересно. Вот такие вот домики. А я вот как раз на него смотрю, на этот домик, он так мило смотрится вообще, такая хатка. Да, да. Ага. И дерево вот это тоже интересно очень выглядит. Да, да, да. Дерево, это мы несколько раз уже постреляем. Сколько дерево такое стоит? 1400. 1400 гривен. Ну, нормально, да, цена хорошая. Ой, а мне еще нравится вот это вот, можно я поближе подойду? Мне еще нравится, смотрите, ребята, какая красота. Вот в виде чайника, да, лампу Аладдина. И вот этот вот такой светильник красивый, нежный, ажурный, очень красивый. А, вот еще наш Хэллоуин будет. Вот, пожалуйста. А, это на Хэллоуин, ясно. Вот, смотрите, там кожанчики летают. Кожанчики симпотные очень. Еще вот это тоже интересно. А Багирочка какая у нас? Проскочила, сейчас я вот это покажу. Покажу. Ага, весы. То есть тут можно делать, в принципе, любой знак зодиака, да? Оль, вот тут. Вот тут любой знак зодиака может поместить. Можно, можно любой. Багира красавица. Вон еще одна лампа. И к тому же, вон еще одна и ваза, и лампа. Классно смотрится, очень классно. Ой, божьи коровки симпатичные какие. И новогодний даже есть светильник. Божьи там, да, такой нежненький получается. А какими красками вы вскрываете? Акриловые, да? Акриловые, да. А их надо покрывать лаком или нет, скажите? Нет, мы не покрываем. Это живое, ничего. Оно неинтересно выглядит. То есть можно сказать, что это эко-изделия, да? Да, да, да. Экологически чистые. Супер. Оль, а как вы продаете свои изделия? Только на выставках или у вас есть эти магазины или что-то еще, сайт какой-то? Нет, нет, нет. Нет, мы вот страницы в Инстаграм, страница на Фейсбук. Ну, есть индивидуальные заказы. Заказы. Да. Ну, в принципе, в основном это на выставках. Я поняла. Это интереснее, оно выглядит. Ну, да, когда вживую можно пощупать, поговорить с исполнителем, с мастером, можно что-то заказать свое. Да. Да, такое же, только с перламутровыми куговицами. Ну, да, согласна. Да, оно как-то понятнее, да? Вот как бы ты в фотографии ни день, все равно оно не отражает реальность. Ну, да, и вы можете изготовить, то есть, по желанию заказчика, все что угодно по большому счету, да? Ну, в принципе, у нас было таких, наверное, сейчас скажу, мало, два заказчика, что вот человек присылает в гостях свой рисунок. Да. Мы носим его рисунок на тыкву. Да, на тыкву. Класс. Олечка, а сколько лет вы занимаетесь именно вот светильниками из тыквы? Ну, вот пять, наверное. Пять лет. Наверное, да. Слушайте, классно, а за пять лет у вас уже прям четко бренд вырезывался. У меня твой плодик, у меня вырос 7 лет назад. Хорошо, а как у вас возникла идея вообще это делать? Вот, ну, плодик, вы же его не просто так посеяли, вы захотели? Ну, это вот мне просто понравился, я посеяла. Я вообще люблю вот эти физические растения. Ну, вот и передела вот это такое, на семенку посадила. Вот выросла такая красота, а что-то делать я не знала. Я, ну, на нее смотрела... А идеи где, в Пинтересте берете? Да, честно, да. Ну, а чего? Это кладезь идей. А вообще, другой раз подсказывает, ну, просто действительно сокрушает. Я иду, ой, ой, как красиво. Нужно это изобразить. Вот, и бывает, вот, сами горбузики сами нам подсказывают. Форма какая-то, да, там, например? Вот, ну, я не знаю, тут, ну, по-моему, ничего такого нету. А вот мы недавно продали вот вчера пингвинчиком. Ой, класс, согласна. Да, просто там формочка была, ну, он сам просился стать пингвинчиком. Класс, классная идея, Олечка, и реализация суперская. Я вас благодарю за разговор, я вам желаю успехов, ну, и до встречи на следующих выставках. Спасибо огромное, будем обязательно... Спасибо, до встречи, пока-пока, ребят, пока, до новых встреч на сайте, на канале Самоделки.